Надежнее и увереннее чувствуешь себя на собственном льду, даже если играешь против более опытных соперников. Свою хоккейную команду строитель капитан Вячеслав Ткачев создал три года назад. Бросил клич среди мужского населения Белогорья. Собралось 18 человек, все любители и самоучки. К примеру, сам капитан на коньки встал всего шесть лет назад. Поначалу играли вообще голые, ну как бы сказать, коньки, клюшка, рукавички. Играли, выезжали в село Новотроицк, в аэропорт. Мы очень, конечно, благодарны Синькову, Александру Николаевичу, Мальцеву, Аркадию Викторовичу, что они нам помогли, конечно, с материалом, со всей техникой, с формой. Форма сейчас должна с Москвы прийти. Коробку строили почти полгода, а мечтали о ней больше 20 лет. Но все эти годы, рассказывает старожил Ольга Петрова, желание кататься на коньках у жителей села было сильнее обстоятельств. Сами заливали крохотный пятачок, шланги тянули из соседних домов. Сейчас очень хорошо, во-первых, теплый павильон построили, чтобы переодеваться. Мы очень давно ждали этого, потому что сами любим и фигурные коньки, и деток очень много сейчас, таких, которые родители к спорту приучают. И они ждали, мы ждали. Я думаю, что мы даже всей группой придем детского сада кататься. Детскую хоккейную команду в селе тоже уже сформировали. А в день торжественного открытия она обзавелась еще и первым инвентарем. Набор клюшек вручила юному капитану мэр Благовещенского Валентина Калита. Впрочем, без спортивного презента не остался и взрослый состав. Да, молодежь, которая сегодня за этими портами, я надеюсь, она придет на этот лед, она научится. И здесь уже будет 3-4 пятерки, 5 пятерок, которые между собой будут конкурировать и бороться. И я уверен, что ваша команда, строитель, заявится на Кубок города и достойно будет участвовать в этом кубке. Белогорье район хоть и отдаленный, но спортивный. Здесь есть спортзал и бассейн. Не хватало только хоккейной коробки. Теперь будет и она. Мария Селезнева, Андрей Белый. Программа «Город».